Вы по именам своих музыкантов-то знаете? Да, конечно. Александр, Грант, Илья и Славик. Откуда они? Они сразу к коллективу пришли? Московские все, московские. Слава очень любил мое творчество всю жизнь и ходил на мои концерты и втайне... Слава, это Лосев, да, клавишник? Да, и втайне мечтал со мной хоть как-то сблизиться. И вот когда у нас был новый спектакль, о котором мы разговаривали, Дед Петр и Зайцы, он честно нам три года служил. За сценой подавал мне гитару, таскал вещи, вот так. То есть завоевал, безусловно, нашу симпатию и уважение, в первую очередь, как человек, как личность. Вот с чего мы начали, что каждый из нас удивительная личность, и если мы начинаем замысел о нас осуществлять хоть как-то адекватно, то это удивительные дает плоды. Вот мы с вами до этого разговаривали, чем вот я занят, да? Вот я занят этим. Я занят овеществлением того, что во мне есть. Я все-таки жизнь уже пожил, мне уже 64, кое-чего уже прожито, надумано, на ошибок уже наделано, шишек набито. И вот через эти все вещи какое-то выкристаллизовывается потихонечку. Вообще задача-то одна – к концу жизни стать нормальным человеком. Чтобы с тобой было хорошо, чтобы вам было со мной хорошо, чтобы дома я пришел, чтобы было со мной хорошо, а не опять отец пришел. Сейчас начнется и начнется. Из храма пришел верующий, все не так, не убрано, никто не молится, всех разогнал. Ну что это? Это разве наша вера? Нет. Чтобы с тобой было хорошо людям. Тончайшие грани начинаются на этом пути. Человеку угодья или смирения. И так далее. То есть наша вера, которой я прилип и примкнул, и вот так из позы, стоящего на коленях и обнимающего ноги отца, как гудный сын пришел, помните, у Рембрандта, да? Вот из этой позы только я разговариваю. Только из этой позы. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.